Не отключайте питание радиоприёмников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. В эфире передача данных и в студии научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Про динозавров расскажете. Я анонсировала, анонсировала. И вынонсировала вас к нам сюда в студию, уже в который раз. Я хочу узнать про динозавров, потому что тоже, как и про мамонтов, о которых мы говорили в прошлый раз, какая-то размытая картинка. Их много. Вот у меня ребёнок, 7 лет. Как открою атлас динозавров, так и закрою его сразу. Потому что только дети способны запомнить этих... Я не буду сейчас ругаться, потому что не выговорю ни одного, пожалуй. Но расскажите нам про то, когда они были, где они были, были ли русские динозавры, ну, конечно, на территории России, и вообще какие большие, малые. Вот в прошлый раз вы поразили меня, сказав, что мамонты последние были уже тогда, когда строились пирамиды Хеопса. А динозавры были когда? Когда что? Или когда ничего? Прошу вас. Да, динозавры, конечно, это огромная тема и просто бесконечная. И неудивительно, что вот у людей, далёких от науки, вот складывается впечатление, что это просто какой-то, не знаю, бестиарий вот этих динозавров. И это, собственно говоря, да. Единственное, что они о них знают, что их было много, и что они были разные, и что у них страшные названия. И юрский период ещё. Ну да, и, конечно, что они очень любили человечков пожелать. Если подходить к проблеме не по их количеству и разнообразию, хотя, безусловно, это была очень разнообразная группа, а вот именно какие-то более общие вопросы обсуждать, то оказывается, что вообще динозавры – это весьма любопытный феномен в своём роде. Ну, во-первых, потому что они действительно были не просто там разнообразной группой, они были преуспевающей группой на протяжении, прошу прощения, более чем 150 миллионов лет. То есть, да, человеку такое и не снилось. Между прочим, ещё до динозавров были процветающие группы и так называемые зверообразные рептилии. Это, прошу прощения, наши с вами предки непосредственные. То есть, животные, которые в нас потом, как говорится, превратятся. Вы сейчас неприятную вещь говорите. Ну ладно, смирились. Да. И потом появляются динозавры, и вот вместе с ними появляются практически одновременно млекопитающие, уже самый шинирс настоящий. И динозавры их вытесняют, подавляют на 150 миллионов лет. Динозавры – это очень большая группа, безусловно, интеллектуальные способности у них тоже были очень разнообразные. То есть, были умные и недалёкие. Если взять, скажем, одного из самых крупных динозавров, такого как диплодок, с длинной шеей, и все его наверняка знают очень хорошо, такой большой, красивый. Может быть, кто-то был в палеонтологическом музее, там видел этот скелет, который просто невероятную длину имеет. Вот заходишь и поражаешься. Стоит хотя бы сказать, что диплодок этот не влезал ни в одно здание, и для того, чтобы его поставить, вокруг него буквально построили главное здание палеонтологического музея. Ну, рассерожированный образ, конечно. Да, да. Так вот, почему я его вспомнил? Не потому, что он большой в данный момент, а потому, что он называется диплодок. У него было два расширения мозга, если можно так сказать. Одно, собственно, головное, но вот расширение. Второе – в тазу. Причём в тазу расширение было гораздо больше, чем спереди. Хорошо, двудумы они назывались, насколько я помню. Да, да, да. Хотя, на самом деле, вот этот задний, так сказать, мозг, как выяснилось, не совсем мозг. Я бы даже сказал, совсем не мозг. Получается, что вот сам головной мозг, который координировал всю их деятельность, он там был чуть побольше грецкого ореха. Ну, нормально. А такое животное, то есть, если сравнить, ну, просто даже непонятно, с каким животным можно сравнить вот такой размер мозга и вот такое соотношение. То есть, действительно, это было, ну, прямо скажем, не самое сообразительное животное. Однако были некоторые динозавры, наоборот, достаточно мелкие. Ну, например, те же традоны какие-нибудь. Да, ну, то есть, это динозавр, там, ну, меньше человека, там, где-то полтора метра, по-моему, длиной, где-то так. Но мозг у них был относительно крупный. Ну, вот. И вот по соотношению он был такой же, как у большинства птиц. Они были очень сообразительные. Действительно, они, видимо, были, обладали бы высоким интеллектом. Насчёт того, летали или нет. Значит, интересный момент, хотя, надеюсь, что уже все это знают. Но если вдруг кто-то ещё не знает, то вот уже с конца 90-х годов абсолютно точно установлено, что многие динозавры были покрыты перьями. Но далеко не все из этих пернатых динозавров летали. Больше того, по сути, сами динозавры, если брать именно группу классических динозавров, в принципе, как бы и не летали вовсе. И перья им были нужны, скорее, там, не знаю, для демонстрации, скажем, да. «Он, посмотри, какие у меня хорошие перья». Это половой отбор, что ли? Да-да-да, безусловно, именно эта самая штука. Однако уже давно установлен факт, что птички наши с вами замечательные во многом на динозавров похожи. Или динозавры похожи на птицы, если угодно, да. Больше того, вот чем дальше изучают динозавров, тем больше понимают, что, по сути, сравнивать их как раз с ящерицами не очень-то правильно, или даже с крокодилами, а правильнее всего сравнивать именно с птицами. Да, я тоже об этом слышала. То есть они очень, на самом деле, на них похожи. У них и походка похожа, и внешне они во многом похожи, и строение скелета похоже. Оказывается, что у них, скорее всего, и теплокровие было. Оказывается, у них, скорее всего, как у птиц было двойное дыхание, то есть они получали кислород и на вдохе, и на выдохе. Скорее всего, у многих было что-то наподобие воздушных мешков, чтобы облегчать скелет. Ещё и перья, то есть вот прямо практически птицы получаются. Иногда птицы такие вредные, вот, нибудь, характер тоже динозаврей. Серьёзно. Ну и, соответственно, всё это навело на резонную мысль. То, что вымерли ли динозавры, или они постепенно, некоторые, по крайней мере, из них обросли пёрышками, обзавелись клювом, научились летать и стали нашими замечательными птичками. То есть говорят, что динозавры не вымерли, они живут до сих пор соединёнами, некоторые даже их на ужин едут. Ах, батюшки мои! А какая птица больше всего, на ваш взгляд, напоминает динозавра сегодня? С этим, конечно же, посложнее, так вот, чтобы прямо сказать. Но, наверное, какие-то птицы, которые не летают, во многом, наверное, по внешнему виду или по поведению, по походке похожи. Какие-то там и траусы и так далее. Так, динозавры. Вот были такие группы, которые, вы говорите, они вытесняли другие виды. Но они друг друга же жрали, судя по кино, да, вместе с домино. И к чему я веду? Потому что почему не вытеснили, например, травоядных, на которых могли напасть хищные динозавры? Или они обитали в разное время? Я сейчас всё в одну корзину складываю. Ну, в этом, пане, как раз... Я не понимаю, что вас удивляет. Сейчас живут млекопитающие, которые жрут друг друга. И они друг друга абсолютно не вытесняют. Сейчас объясню, почему я так говорю. Потому что вы начали с того, что группа доминировала, и доминировала так серьёзно. И это вот было как бы красной нитью проходило. То есть, по идее, могли бы вытеснить всех, да? Но тогда есть бы нечего стало. Ладно, хорошо. Не, но динозавры ели друг друга в том числе. И в основном многие именно этим и занимались большую часть времени. Но, опять же, это на уровне того, как там львы едят зебр. Это не значит, что динозавры ели именно себя самих. Они ели другие группы динозавров. Хотя каннибализм тоже у некоторых был. Ну, в общем, всё как у млекопитающих. А как вы узнали, что у них каннибализм был? Как? Ну, есть доказательства. Во-первых, можно найти просто-напросто скелет. Внутри него скелет такого же динозавра. Это уже доказательство самое, что наиспремое. И это была не самка, да? Да, да. Хотя вот это, кстати, тоже очень часто бывает хорошим вопросом. Но правда для динозавров, насколько мне известно, до сих пор, ни разу живорождение или даже яйца живорождения не доказано. Поэтому если в животике нашёл скелет другого динозавра, то, скорее всего, это то, чего и сожрал на ужин динозавр. К тому же иногда можно найти именно на том месте, где был предположительно желудок, и там как бы уже сомнений особых нет. Так, ну, коль мы затронули темное размножение. То есть они размножались, откладывая яйца, правильно? Да, ну и потом ещё сейчас момент насчёт каннибализма. Ну и второй момент, то, что опять же просто-напросто иногда находят следы от укусов, скажем, других динозавров в костях таких же динозавров. Тогда можно сказать о том, что они друг другу конкурировали, там как минимум, не знаю, устраивали какие-то битвы, и, возможно, даже друг друга ели. Ну, а теперь уже можно переходить к размножению. Да, размножение. Как женились и рожали. Ну, я шучу, конечно, я имею в виду, это обычная кладка яиц, куда-то там в песок, не знаю, спрятали, или как-то иначе это было? Опять же, чем дальше разбираются, тем лучше понимают, что динозавры группы очень разнообразны, и которые использовали совершенно разные стратегии размножения. Ну, вот, скажем, по всей видимости, большинство вот этих огромных длинношеях динозавров, они действительно действовали как черепахи. То есть откладывали куда-нибудь яйца, их там закапывали как-то, либо в песок, либо там, может, какими-то растениями обкладывали вокруг, чтобы там гниение их подогревало тихонечко. И, собственно говоря, на этом заботство о потомстве заканчивалось. Главная задача была отложить как можно больше яиц, глядишь, что-нибудь да выживет. Собственно, такой стратегии придерживаются и сейчас многие животные, и в этом ничего удивительного нет. Однако, известен факт, и уже, можно сказать, доказан, что многие динозавры, напротив, были весьма заботливыми родителями, ну, во-первых, многие хищные динозавры, по всей видимости, заботились о потомстве, в том числе всеми любимые тираннозавры рексы. Есть некоторые свидетельства такого поведения. Некоторые динозавры буквально были обнаружены на кладке своих яиц, что доказывает, что они действительно как минимум их охраняли и, возможно, даже как-то таки подогревали. Возможно, что они были теплокровные, и вот как бы косвенно это доказывает. Некоторые найдены вот рядом с кладками буквально в оборонительной позе. Такие, например, случаи известны для рогатых ящеров, которые буквально окружали, строили гнездо вначале, потом его охраняли и буквально там погибали, окружая это гнездо и отбиваясь от каких-то хищников. То есть тут уже забота о потомстве, причём какое-то даже довольно продолжительное время. Ой, я вас прерву вот на самом интересном месте, потому что время у нас о первой части вышло, чтобы не перебивать. И мы с этого же начнём. Ярослав Попов, научный сотрудник Государственного Дариновского музея. Не отключайтесь, друзья. Прервала я нашего спикера на моменте, ну, на мой взгляд, просто фантастическим, оказывается, разные динозавры по-разному размножались. А вот вы сказали, знаете, удивительную вещь, в связи с чем родился вопрос. Они найдены в позе, защищающей своё гнездо. То есть, получается, они погибли и как-то вот так сохранились. Вот как это слово «найдено» меня смутило. Да, действительно, это именно так и есть. Тут, конечно же, опять же, есть множество вопросов о том, как это именно произошло. Но тут много всегда есть сценариев. Ну вот, например, могла быть какая-нибудь там песчаная буря, которая могла занести ящера. Мог быть пеплопад, допустим, если это рядом с вулканом и там могло засыпать. То есть, есть разные сценарии, когда действительно животное погибает практически мгновенно. И вот оно оказывается вот именно на том прижизненно-практической позе. Ну а если говорить о конкретных находках, ну вот, например, есть такая мамаша Майязавр, которая, собственно говоря, переводится как «заботливая мать». Вот даже название. Потому что действительно она была найдена рядом со своими детёнышами. Есть весьма забавный такой случай. Значит, одни из первых динозавров были обнаружены в Монголии, и получили они название «авирапторы». Вот. Почему? Это переводится как «яйцекрады». Потому что были обнаружены вот эти вот динозавры рядом как раз с крылупой яиц. И рядом с этими динозаврами недалеко находили скелеты других динозавров вот рядом с этими авирапторами, собственно, рогатых динозавров. И решили, что это были скрупа яиц вот этих самых рогатых динозавров. И вот эти «авирапторы» злобные, они вот этих самых бедных рогатых динозавров убежали, их гнёзда разоряли и таскали яйца. А потом уже там через лет, это так, 70, были найдены эти самые «авирапторы» на кладках яиц. И вот скрупа яиц, которые были найдены ранее, при сравнении с вот этими яйцами, которые были найдены под «авираптором», показалось стопроцентное совпадение. То есть, оказалось, что, предполагалось, что они крали яйца. Оказывается, эти овераптеры были найдены с обломками своих же собственных яиц. И они не крали яйца. И вообще, возможно, что никогда яиц и яиц там не занимались, а наоборот были очень заботливыми матерями, которые постоянно заботились о своём потомстве. Мне не простятся, слушатели, если я про парк юрского периода у вас не спрошу. Тем более, за дело уже был в прошлой нашей встрече. И вы уже упомянули нашего героя, нашего всё, тиранозавра. Вот это я слушателям напомню. Я ещё раз двумя такими мелкими мерзкими ручонками на таких мощных ногах. Пасть у него ох-ох-ох, но при этом умный, милашка. Это же их приручал главный герой парк юрского периода. Ну, под прототипом. Так, начнём с того, что это уже не парк юрского периода, по всей видимости, а мир юрского периода имеется в виду. Потому что я не помню, что в парке кто-то кого-то приручал. Я могла запутаться в сериях, но вы молодец, что уточнили. А во-вторых, приручали там как раз вовсе не тиранозавров, а приручали там рапторов, если быть точнее, велоцерапторов. А если быть совсем честным, то это дейнонихи, потому что в парке юрского периода изначально их обозвали неправильно. Ну, и потом уже стали поддерживать эту тенденцию. Так. Это совсем другая группа динозавров, вовсе не тиранозавры. Тиранозавры-то это крупные животные, а вот велоцерапторы, напротив, были достаточно мелкими. И, по всей видимости, одними из самых сообразительных. Это действительно правда. И вот велоцерапторы, и дейнонихи, они родственники действительно. И вот все эти динозавры вот такие мелкие, активные, были, по всей видимости, какими-то коллективными охотниками, очень сообразительными. И бегали так быстро. И действительно, вот как-то вот с ними поработать можно было бы. Я не уверен, что их можно было бы дрессировать. Всё-таки интеллект у него не настолько велик. Но вот, по крайней мере, если уж кого и дрессировать, то именно их. В этом плане с авторами фильма согласен. Бегали они действительно довольно быстро. У них довольно интересная особенность. У них такая фишка рапторов всех этих. У них на задних лапах, на задних конечностях, имелся один очень крупный палец с гигантским когтем. И вот этот коготь, как раньше считалось, он там процарапал тело своей жертвой, когда нападал. Но когда его подетальнее изучили, оказалось, что разрезать чего-либо он вряд ли был способен. Вот протыкать ради бога. То есть, возможно, они протыкали тело своей добычи, потом кусали челюстями. Возможно, они пытались проткнуть какие-то самые уязвимые места, например, шею. Кстати, очень любопытно, что птицы, которые, собственно говоря, сейчас существуют, во многом похожи именно на рапторов. Друзья, я сейчас смотрю картинки. Микрорапторы действительно очень были похожи на птицы. Возможно, в конце концов, во птиц и эволюционировали. Больше того, большинство рапторов было покрыто перьями. И вот в этом плане как раз мир юрского периода отстал от жизни, потому что они показывают ощипанных рапторов. На самом деле уже давно известно, что и пресловутые дейнонихи, и велоцирапторы были пернатыми. Известно учёным, как ящеры питались, как динозавры питались. Они их разжёвывали или проглатывали. Вот эта система пищеварения, как они столы накрывали, собственно. Некоторые динозавры, по всей видимости, действительно проглатывали жертву целиком, особенно если размер жертвы, как говорится, это позволял. Потом есть такой интересный метод, называется трассологический. Это метод изучения всяких царапинок, шероховатостей и так далее. И вот как раз, когда зубки изучают, можно таким образом по этим микроцарапинкам определить, как их использовали. То есть, жевали ими, кусали ими, отрывали ими и так далее. И вот таким образом можно установить, что, опять же, динозавры на самом деле были весьма разнообразны. Кто-то из них, видимо, жертву целиком заглатывал. Кто-то отрывал какие-то фрагменты добычи. И оказывается, что даже крупные динозавры, допустим, которые охотились на крупную добычу, использовали абсолютно разные стратегии охоты. Кто-то там вырывал какие-то крупные куски мяса. Кто-то сжевывал только определенные части туши и так далее. То есть, кто-то вообще съедал все, включая кости, и все это как-то пережевывал. Кто-то не жуя это все делал и так далее. Больше того, даже с растительноядными животными тоже известно, что у них были тоже разные методики поглощения пищи. Кто-то проглатывал растения не жуя и проглатывал в основном какие-то мягкие растения. Кто-то проглатывал грубые растения и проглатывал камешки, чтобы там в желудке все это переваривалось и размельчалось. Сколько они жили? По-разному. Но вот очень часто это сложно оценить. Тем более, что частенько находки динозавров, мягко говоря, фрагментарные. Но в некоторых случаях можно сделать некоторые выводы. Ну, скажем, если взять классического тираннозавра всеми любимого, вот самая старенькая старушка Сью, есть такая тираннозавриха, она там, по-моему, 35 или 37 лет как-то так прожила. Ого! Да. Некоторые, возможно, особенно там двеношей и всякие, вообще жили там порядка 100 лет. Но это тоже предположение. Опять же, динозавры разные, и продолжительность жизни тоже больше всего. Это понятно. Я понимаю, что я вас загоняю в угол вот этими условиями обо всех сразу. Вы уж простите нас. И все-таки на территории России, ну, современной, были динозавры? Или нам ничего не досталось? Ай, с российскими динозаврами эта вот история забавная. Русский динозавр звучит, да? Да, да, да. Значит, ну, вот такая есть знаменитая фраза, уже ставшая в последнее время сильно знаменитой, хотя произнесена она более 100 лет назад. Был такой знаменитый американский палеонтолог Отниель Чарльз Марш, который в начале 20 века посетил Россию, посмотрел там коллекции музеев и так далее. И вот высказал примерно следующую мысль, что российские динозавры, как и змеи Ирландии, примечательны лишь тем, что их нет. Ну, действительно, очень долго их не могли найти. Это как бы странно, вообще-то говоря. Территория у нас немаленькая, и куда динозавры-то все подевались? Чего же они так Россию не любили? Причины на то и были. Во-первых, большая часть, так сказать, динозавровой эпохи, так называемой мезозойской эры, у нас где-то треть территории была покрыта морем. Потом из тех двух третий, которые остались, на большей части территории динозавры сохраниться не могли, потому что сохраниться они могут только в уникальных условиях, на всевозможных водоемах, там в озерах, не знаю, там в реках, на мелководье, или же в болотах. Но и, наконец, у нас их очень сложно искать. Даже если что-то у нас сохранилось, то вот каких-то вот таких огромных пространств, на которых динозавров можно было бы легко найти, вот как, например, в Америке так называемые бэдленды, вот такие практически полупустынные земли, на которых идешь, и вот буквально динозавр на поверхности лежит. Ой, динозавр, да. Или в Монголии там вот буквально идут, и на поверхности их находят. И вот действительно там до сих пор эти кости так и валяются, их там даже не достают. У нас такого практически нет, поэтому вот очень мало мест, где их можно найти только на берегах рек, то там, то сям. Но в итоге все-таки, когда стали искать, стали находить. Хотя их действительно немного. Ну вот самые динозавровые места в нашей стране – это Амурская область. Там действительно динозавров найдено довольно много, и что особенно характерно, целые скелеты находят. Вот для нашей территории это редкость. Это динозавры мелового периода, и в основном там всевозможные так называемые утконосые динозавры. Очень забавный у них такой утиный клюв, еще очень характерные всевозможные гребешочки там красивые разные. Вот точно они живы до сих пор. Точно, вот прям все время вы же к птицам, да? Вот к птицам мы так или иначе доходим. Так вымерли они от чего? А то у нас уже совсем мало времени, и вот финальный вопрос. Ну, вымерли. Динозавры вымерли – это факт, если не считать птиц. Но причина до сих пор однозначно непонятна. Если говорить о наиболее таких, скажем, распространенных версиях, то в мейнстриме до сих пор версия про астероид. Тот самый, 10-километровый, который пролетел, бабахнул, что характерно, на территории Америки. И, собственно говоря, мог динозавров погубить. Как? Ну, там рисуют эти сценарии, что он упал. Ну, во-первых, там цунами, ужас, ужас, катастрофа, пыль, страх, кошмар. Кому-то на голову приземлился, тем вообще неприятно было. Но, помимо всего прочего, он поднял пыль, которая поднялась в небо, перекрыла небо на десятки, а то есть сотни тысяч лет. На земле стало гораздо хладнее, темнее, растения стали погибать, динозавры стали замерзать, всем стало не хватать пищи. Ужас, ужас, ужас. В общем, всё кромчилось грустно. Очень похожий сценарий с вулканами. То, что сотни вулканов извергались по всей Земле, пепел поднимался, перекрывал небо, и дальше всё то же самое. Есть комбинированные версии, то, что метеорит упал, а может быть, даже не один, а много. Сейчас уже много таких крупных кратеров находят, что-то динозаврам не повезло, небеса на них обозрились. И, возможно, что они же запустили активный вулканизм, и всё это вместе в комплексе удало катастрофу. Но есть и версии более мирные, спокойные, то, что всё происходило более-менее постепенно, и прочина всё-таки в эволюционных изменениях, в том, что млекопитающие стали тихонечко динозавров вытеснять. А, скорее всего, всё было в комплексе. Вот вы любите, да, про комплексы. Друзья мои, научный сотрудник Государственного, Дарвиновского музея Ярослава Попова, спасибо огромное. И до новых встреч. Приглашайте ещё. До свидания. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. И речь сегодня у нас пойдёт о всеми любимых динозаврах, обитавших в нашей родной стране. Ну, и начать свою сегодняшнюю лекцию я бы хотел бы с высказывания одного из самых знаменитых палеонтологов 19 века Отниэля Чарльза Марша. Вы знаете многих динозавров, которых он написал, таких как трицератоп, стегозавр, диплодок. Так вот, однажды побывав в России, он сказал следующее. Динозавры России, так же как и змеи Ирландии, примечательны лишь тем, что их нет. Ну, и в общем, в целом он был прав. Действительно, в 19 веке не было известно ни одного динозавра с территории нашей страны. Сейчас картина, к счастью, немножечко изменилась. Но очень долгие годы динозавры ловко прятались от учёных. В чём же причина? Казалось бы, страна-то у нас большая. Должны же здесь были жить динозавры, правильно? Но оказалось всё не так просто. Сразу несколько факторов играли против наших динозавров. Во-первых, во время расцвета динозавров, то есть в юрский меловой период, примерно треть нашей страны покрывала море. А в морях-то динозавры не живут. Вы можете удивиться. А как же морские динозавры, похожие на рыб и ихтиозавры, или для нашей плезиозавры? Но их динозаврами не называют. Вот в чём дело. Всех морских называют по-другому. Можно в целом их назвать морские ящеры. Это более правильно. На самом деле, по строению скелета, они отличаются от динозавров гораздо сильнее, чем, скажем, ящерицы. Но я думаю, ни один нормальный человек ящерицу динозавром не назовёт. Кроме того, к слову, летающих ящеров также динозаврами не называют. Их называют по-особому птерозавры. Ну и морские ящеры, конечно же, на территории нашей страны жили, и их кости находили. Но мы-то сегодня говорим о динозаврах. Ну хорошо, треть убрали. Остаётся две трети территории нашей страны. Должны же там-то жить динозавры были. Они тут жили, безусловно. Но беда в том, что далеко не везде, где живут животные, они могут сохраниться. Для сохранения древних животных нужны уникальные условия. Они должны попасть в место так называемого осадка-накопления. Это может быть озеро, какое-нибудь болото, берег моря, скажем. И главное, чтобы они туда попав, ещё и довольно быстро захоронились. Их достаточно быстро должно засыпать осадком. Иначе остальные животные очень быстро съедят всё, включая кости. И даже если крупные животные этого не сделают, то бактерии вступят в дело. Или же естественные причины, такие как деятельность воды, деятельность ветра, или же деятельность солнца, в конце концов. Ну что же, у нас в стране болот не было. Вот в Америке и в Китае болот полно, поэтому там динозавров много. А у нас в древности не было болот. Так что ли? Нет, конечно же, у нас были места, в которых динозавры могли сохраниться. Но тут вступает в силу третий фактор. Леса и поля. Казалось бы, наши леса – это наша гордость. Что же в этом плохого-то? Но оказывается, всё не так просто. То, что хорошо для сельского хозяйства, это не так хорошо для палеонтолога. Помните, где ищут динозавров в Америке? Правильно, в таких полупустынных местах, покрытых глиной, среди холмов. Ну, там в своих ковбойских шляпах разъезжают палеонтологи и что-то разыскивают. Их называют бэдленды. То есть плохие земли. Но плохие-то они для сельского хозяйства, а вот как раз для поиска динозавров самое то. А вот у нас мест, где можно искать динозавров, крайне мало. И даже тех, которых находили, находили в основном по берегам рек, там, где реки вымывали коренные древние породы. И, наконец, есть еще один очень грустный фактор. Для того, чтобы искать динозавров, нужны специалисты, которые будут искать динозавров. А у нас на всю страну сейчас всех специалистов по динозавров можно посчитать по пальцам одной руки. Это на всю Россию. Представляете? И, разумеется, если мало специалистов, если мало экспедиций, то динозавров либо не найдут вовсе, либо найдут местные жители и растащат их, либо они окажутся где-нибудь даже на берегу, на открытом месте, и их просто размоют водой, а кости будут полностью уничтожены. Поэтому нужны полномерные сборы. Но, несмотря на все вышеназванные факторы, все-таки удалось найти нескольких российских динозавров. Но история эта была долгой и сложной. Итак, начнем сначала. Когда же был найден самый первый динозавр на территории России? Мы переносимся в 1912 год в Амурскую область. В то время здесь за землями приглядывал местный наказной атаман Михаил Михайлович Монакин. И вот однажды он путешествовал по берегу реки Амура и увидел, что казаки занимаются странным делом. Они к сетям привязывают грузила, но грузила эти были очень необычные. Такие большие огромные камни с дыркой посередине, очень уж похожие на позвонки коров или лошадей, которые часто попадались ему на глаза. Он подозвал одного из казачков, спросил, чем это вы тут занимаетесь? Он говорит, ваше благородие, ничего такого, да тут этих камней полно валяется, их там обрыв размывает, и там буквально все побережье усыпано всякими камнями. К счастью, Монакин был достаточно сообразительным, и он догадался, что это не просто камни, а это что-то большее, и он обратился к ученым. Ну, некоторое время ученые пособирались, годиков это четыре, но в конце концов приехали и обнаружили кладбище костей динозавров на берегу реки Амур. Ура! Они собрали эти кости, отправили их в Питер, и там стали собирать скелет первого российского динозавра. Собирали, собирали, но оказалось, что часть костей не хватает. Но не беда, сделали незастающие кости из гипса, собрали скелет, назвали его красивым именем Манджурозавр, пригласили специалистов из Европы, те приехали, посмотрели на динозавра и подняли нас на смех. В шутку этого динозавра прозвали гипсозавр, потому что оказалось, что большая часть костей состояла из гипса. Но не это самое печальное. Самое печальное, что когда стали детально изучать этот скелет, оказалось, что собран он не только из костей разных животных, но из костей животных разных видов и разных родов. То есть собрали этого Франкенштейна из разных динозавров. Но, все-таки, пардон, раз собрали этого динозавра из костей нескольких динозавров, значит, динозавры-то на территории России были. Но надо было найти целый скелет, чтобы выяснить, кто они такие и как они выглядели. А для этого понадобилось целых 80-летий. И лишь в 90-х годах на берегах реки Амура удалось обнаружить скелеты сразу двух динозавров. Вначале был обнаружен динозавр, который получил красивое название Амурозавр. Не стоит думать, что назвали его в честь мифического ангелочка с крылышками. Назвали его, конечно же, по месту нахождения. Как он выглядел? Он был достаточно большой, метра три в холке. У него был нос, похожий на утиный клюв. Собственно, таких динозавров, как Амурозавр, динозавров. У утконосых динозавров в пасти несколько тысяч зубов, которыми они могут перемалывать практически любые растения, которые попадаются им на пути. Причем, как выяснили ученые, зубы у них менялись очень быстро. И, что самое любопытное, что зубы, которые выпадали, они проглатывали. Находят многие зубы, переработанные желудочным соком. Но у Амурозавров желудок крепкий, так что ему хорошо. Кроме того, у утконосых динозавров на голове обычно бывает очень симпатичный Ну, например, у Амурозавра он такой похож на половинку тарелки. Для чего были нужны эти гребни? Ну, во-первых, для того, чтобы динозавры могли различить особи своего вида. Также считают, что они могли играть роль в половом отборе. Ну, и, возможно, они также усиливали звук. В некоторых из этих гребней находят полости, в которые, возможно, заходил воздух, и он работал как резонатор. И таким образом звук, который издавали эти динозавры, становился очень громким. Возможно, что это были одни из самых музыкальных динозавров. Но это был, как я уже сказал, не единственный динозавр. Нашли в тех же местах и второго динозавра. Но о втором динозавре я расскажу вам чуть позже. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. И снова здравствуйте. У микрофона научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. И сегодня мы говорим о динозаврах России. И я хотел рассказать о втором динозавре, который был описан на территории Амурского края. И назвали его Алора Титан. Это утконосый динозавр. У него передняя часть морды немножечко напоминала утильный клюв. Также на голове у него красовался очень симпатичный гребень. И гребень Алора Титана был чем-то похож на капюшон. Алора Титан был немного меньше, чем Амурозавр, о котором я рассказывал несколько раньше. Но в целом тоже был достаточно крупным и тоже, конечно же, был растительноядным. Кстати, если кому-нибудь из вас захочется посмотреть на Амурозавра или Алора Титана, вы можете сделать это в Москве. Реконструированную скульптуру в натуральный размер вы можете найти у стен Дарвиновского музея. Там стоит Амурозавр. А также неподалеку от музея в парке Академический там стоит Алора Титанчик. Ну, а мы продолжаем. Итак, динозавры, о которых я упомянул, были найдены лишь в 90-х годах. А в начале века ученые только переживали по поводу неудачи с Маньчжурозавром. Дальше случилось несколько неприятностей, ну, например, революция, и в результате пришлось поиски динозавров на время отложить. Но все-таки уже в конце 20-х годов снова была сделана попытка найти наших российских динозавров. Отправились в казахские степи, и один из участников экспедиции, кстати, знаменитый палеонтолог, а также писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов рассказывал, что кони буквально ехали по костям динозавров, но при этом ни одного динозавра так и не нашли. Как такое может быть? Дело в том, что они ехали по фрагментам костей динозавров, а пытались найти целый скелет. Фрагменты костей тогда изучать не умели, и поэтому их даже не собирали. Ну, а потом, когда уже научились изучать эти фрагменты, это местонахождение было навсегда утеряно. Да, не везет, так не везет, но в 30-х годах был найден следующий динозавр. Найден он был на острове Сахалин и получил название Ниппозавр. Кстати, тоже утконосый динозавр, но совсем небольшой, гораздо меньше, чем остальные, где-то метра полтора в холке. Но этот динозавр стал японским. Как такое может быть? Да очень просто. Дело в том, что в 30-х годах остров принадлежал Японии. Он отошел в Японии после русско-японской войны и буквально через 10 лет он снова вернулся к России. Но в тот момент он был японским. Этого динозавра описали японцы, его увезли в японский музей, где он до сих пор и хранится. И, к слову говоря, с тех пор больше ни одного динозавра на Сахалине не находили. Да, ну что ж такое? Неужели ни одного динозавра так и не удастся найти? Удалось. Повезло ученым в 50-х годах. И обнаружили динозавра в Кемеровской области нашли там скелет практически полный динозавра, который получил название пситтокозавр. Иногда его называют динозавр-попугай. Это был совсем небольшой динозаврик, ну, размером где-то со свинью. У него была очень странная морда, впереди был клюв, по бокам были выросли похожие на рожки. Как считают ученые, у него также были не то шипы, не то перья на хвосте, которые торчали вверх и были достаточно гибкими. Предполагается, что они могли показывать статус динозавра. Ну, понятно, чем длиннее перья, тем он круче. Но, впрочем, после находки первого динозавра-попугая долгое время в этом местонахождении больше ничего обнаруживать не удалось. Но затем были найдены здесь и новые кости. Но главное сделано, первый динозавр найден. Ну, а дальше все, как говорится, потихонечку пошло-поехало. Я хочу вам сказать, что все динозавры, о которых я до сих пор упоминал, жили в так называемом меловом периоде. Я напомню, что динозавры существовали во время трех периодов истории нашей планеты. Триасовом, Юрском и Меловом. При этом в Триасовом периоде динозавры только-только появились. Про Триасовых динозавров мало кто знает. Про Юрских динозавров знают все. Это стегозавры, огромные длинно шеи зауроподы и многие-многие другие алтозавры, скажем. Ну и, наконец, Меловой период. Тоже, когда было динозавров достаточно много. Там и рогатые жили, и утконосые динозавры, и тираннозавры всем знакомы, и многие другие. Так вот, на территории России удалось найти динозавров только Юрского и Мелового периода. И вот сейчас я хотел бы несколько слов рассказать о Юрских динозаврах. Самый древний из динозавров, который был найден на территории нашей страны, найден в Подмосковье. А если быть точнее, в карьере пески. Вообще, это было сюрпризом даже для ученых. Потому что во время Юрского периода на этом самом месте было море. Поэтому динозавров тут никто не ожидал найти. Но оказалось, что с некоторых островов текла подземная река, которая с берегов уносила разные веточки, панцири черепах и кости динозавров. И эти косточки откладывались в древних морских отложениях. И вот в карьере пески удалось обнаружить несколько когтей и зубов древних динозавров. Возможно, они принадлежали динозавру с очень красивым именем Ричардоэстезия. Это был небольшой динозавр, похожий на всем известного велоцираптора. И, кстати, скорее всего, он был покрыт пельями. Но продолжаем. Многие юрские динозавры были найдены в местечке, которое называется Шарыпово. И располагается оно в Красноярском крае, в угольном карьере. Здесь стоит сказать, упомянуть о человеке, благодаря которому это местонахождение стало известно. Это Сергей Анатольевич Краснолуцкий. Он является палеонтологом-любителем. Ему покоя не давало, что в соседней Кемеровской области нашли динозавра-попугаи, пситокозавра. А чем их область хуже? Надо и здесь динозавров найти. Ученые пожали плечами. Тут и одного динозавра найти сколько лет потребовалось. Охота тебе поискать. Поищи. Поискал. И нашел. Даже нескольких динозавров. Вначале он обнаружил несколько фрагментов динозавров, изучив которые, ученые смогли восстановить древнего ящера, который получил название Келескус Аристотекус, что переводится с латыни как Благородная ящерица. Ну, конечно, не совсем ящерица, но самый главный вопрос, что же в нем такого благородного? Я думаю, что благородное его происхождение. Ведь Келеск является одним из самых древних предков знаменитого Тирекса. Однако, у самого у него размеры были отнюдь не королевские. Он был даже пониже моего роста, то есть где-то метра полтора в холке. Но при этом он вполне мог справиться с растительноядными динозаврами, такие как, скажем, стегозавры. Кстати, кости их тоже нашли. Я об этом расскажу буквально через минуту. Но про Келеска я хотел бы упомянуть еще об одной интересной детали. Если вы посмотрите на его реконструкцию, то вы увидите на носу очень своеобразный гребень, которого вы не найдете у него одного тираннозавра. Ну, зачем он был нужен, несложно догадаться. С таким гребнем он мог покорить сердце любой красавицы. Но вот был ли он, вот это большой вопрос. что от этого динозавра, как я уже упомянул, нашли лишь несколько фрагментов костей. Часть морды, палец. Ну, разве можно по этим костям догадаться, был ли гребень? Но у его китайских братьев подобные гребни были. Поэтому и у Келеска, скорее всего, тоже. Но я уже упомянул, что помимо Келеска здесь нашли и стегозавра. Тому самого знаменитого динозавра с пластинами на спине. Растительноядного, конечно. И причем нашел их опять же Сергей Анатольевич и нашел на сей раз практически полный скелет. Это один из самых полных скелетов динозавров, найденных на территории России. Сейчас он красуется в местном кровеческом музее. Также находились зубы динозавров, так называемых гетеродонтов. Они интересны тем, что у них разные зубы были. Ну, продолжаем про юрских динозавров. Еще юрские динозавры были найдены в Туве. Причем там найдены лишь фрагменты, но очень любопытно, как их ищут. Здесь кости радиоактивные, и поэтому ищут их с помощью радиометра. Весьма необычный способ. Несколько костей были найдены в Якутии. Здесь нашли в том числе зубы хищного динозавра и предполагают, что принадлежали они знаменитому льву юрского периода, так называемому аллозавру. Это самый страшный хищник своего времени был. Но давайте вернемся к меловым динозаврам. Про юрских немножко поговорили, а продолжим про меловых. Наверное, напомню, что о нескольких меловых я уже рассказал. Это динозавр-попугай, также несколько утконосых динозавров, ниппозавр, но помимо этих динозавров были найдены также знаменитые гиганты, длинно шеи динозавры, так называемые зауроподы, причем нашли их сразу в нескольких местонахождениях. В двух местонахождениях в Забайкалье, а также в Ульяновске. Но не стоит думать, что здесь нашли целый скелет, как знаменитый скелет Гиппи, копия которого стоит в Палеонтологическом музее. Нашли лишь несколько фрагментов костей, но даже по этим фрагментам удалось описать новые виды и новые рода динозавров. Один из них получил название Тенгризавр в честь монголо-татарского бога Тенгри, другой получил название Сибиро-Титан, ну а третий, возможно, получит название очень в самое ближайшее время. Вы также помните, что в Меловом периоде жили тираннозавры. Интересно, а были ли какие-нибудь тираннозаврида на территории нашей страны? Были. Но от них, к сожалению, мы находим лишь зубы. Такие зубки находили в Крыму, находили в Краснодарском крае, ну а также на Дальнем Востоке. Ну и последнее местонахождение динозавров, о котором я хотел бы упомянуть, это местонахождение, найденное почти что на самом-самом севере, на Дальнем Востоке. Это одни из самых северных динозавров. Здесь, к сожалению, не было найдено ни одного скелета, но фрагменты показывают, что здесь жило достаточно много динозавров. И в том числе нашли и скорлупу яиц. То есть они здесь устраивали свои кладки. Это удивительно, потому что даже во времена динозавров на таких широтах в зимний период температура опускалась ниже нуля. Поэтому возникает большой вопрос. Может быть, динозавры все-таки могли переносить холода? Или же, может быть, они мигрировали? Но на этот вопрос ученые все еще пытаются найти ответ. Ну и в самом конце я бы вам хотел рассказать о очень необычном месте, где можно обнаружить динозавров, а именно на гербах. Оказывается, на нескольких гербах нашей страны можно обнаружить динозавров. И давайте по порядку. Где, как и почему. Один из гербов, на котором можно найти, это герб Чебулинского района Кемеровской области. Здесь вы можете найти пситтокозавра. Ну, все, по-моему, честно. Нашли динозавра-попугая и отправили его на герб. Другой герб, на котором можно найти динозавра, это герб Чернышевского района Забайкальского края. Здесь красуется динозавр, известный как Кулиндодромей. Кстати, об этом динозавре тоже стоит упомянуть, могу сказать буквально пару слов. Ведь это один из самых уникальных, пожалуй, динозавров, который был найден на территории России. А уникальный он тем, что здесь нашли не только скелет этого небольшого динозаврика, но также его отпечатки. А если быть точнее, отпечатки перьев. Оказалось, что он выглядел очень своеобразно. Это был небольшой динозаврик размером с крупную собаку. Его хвост был голый и покрыт чешуей, как хвост ящерицы. Тело его покрывали мелкие колючие волоски, а ножки были пушистые, как у цыпленка. Вот такой вот очаровашка. Этот динозавр был очень уникальным, про него узнали во всем мире, ну и, конечно же, он отправился на герб. Следующий динозавр оказался на гербе Катласского района Архангельской области. Какого же динозавра нашли здесь? А никакого. Но они решили, что земли Катласского района хранят многие тайны. И кроме того, они вспомнили, что Владимир Прохорович Амалицкий обнаруживал здесь кости динозавра. Но, правда, есть одна техническая сложность. Динозавр родственник скорее лягушкам, чем динозаврам. Но, по крайней мере, на гербе динозавр оказался. Ну и, наконец, самый, на мой взгляд, забавный герб это герб города Саки. Города Саки в Крыму, на котором красуется бронтозавр. Неужели кости громового ящера были обнаружены в Крыму? Нет, конечно. Город Саки довольно небольшой городок, и в нем мало достопримечательностей. Но в нем есть один санаторий, который решил привлечь туристов и поставил во дворе скульптуру бронтозавра. Ну и в итоге все запомнили этот город как город, в котором стоит бронтозавр, и решили поместить его на герб. Ну что ж, я думаю, что и вы, возможно, когда-нибудь найдете своего динозавра, как видите, в России есть места, где их можно поискать. Так что я вам всем хочу пожелать удачи, ну а моя лекция на этом подходит к концу. У микрофона был научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. До скорых встреч! Лекции на Радио 1 Всеобласти Человеческого Знания Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. И сегодня я вам хочу рассказать о древних битвах, о древних схватках, о древних сражениях. Не зря знаменитый Чарльз Дарвин выделял борьбу за существование как один из главных факторов эволюции. Ведь борьбу в живой природе мы видим постоянно и везде. По сути, можно сказать, что каждому животному приходится каждый день выживать. Причем борьба эта может быть самой разной с конкурентами, с хищниками или же с условиями окружающей среды. Интересно, а каким же образом мы можем узнать о древних сражениях, происходивших сотни миллионов лет назад? Ну, понятное дело, что о битвах современных животных мы можем узнать просто по наблюдафах. Но что же мы можем сказать о том, какие животные сражались в прошлом? Ну, если мы хотим узнать, кто с кем сражался, то чаще всего нам нужно узнать, кто и кого и, главное, как ел. Потому что чаще всего, конечно же, говоря о битвах, мы представляем себе сражение между хищником и жертвой. Но как же это выяснить на примере древних ископаемых животных? Иногда о том, какое перед нами животное, хищник это или жертва, нам могут рассказать остатки этого животного, даже сам его скелет. Ну вот, скажем, вспомним скелет знаменитого тернозавра рекса. Если мы посмотрим на это животное, то даже не имея ни малейшего представления о том, как надо проводить исследование, на что смотреть, мы сразу же поймем, что перед нами хищник. Нам об этом дадут подсказки длинные лапы, спореспособленные для бега. Нам об этом подскажут зубы, острые как ножи. Таким образом, глядя на некоторые части тела, можем сразу догадаться, кто стоит перед нами. И не только мы можем сказать, растительноядное это или хищник, но мы также можем сказать, какой диеты это животное придерживалось. Скажем, предпочитало в меню это животное рыбу или, может быть, мясо, или, может быть, ему моллюски были по душе. В первую очередь, это можно сказать как раз таки по зубам. На самом деле, зубы играют огромную роль в исследованиях. Больше того, некоторых животных мы знаем, это буквально по зубам. Скажем, некоторые рыбы, канадонты, долгое время нам были известны только по зубам. Некоторые рыбы гораздо более нам хорошо известны, такие как акулы, в ископаемом состоянии также нам известны по зубам, потому что скелет у акул состоит из хрящей, и он редко сохраняется. Но самое интересное, что даже у тех животных, у которых, казалось бы, кости могли бы прекрасно сохраниться, например, таких как грызуны, в ископаемом состоянии мы тоже их знаем в основном именно по зубам. И когда мы говорим про разные виды, которые жили, чаще всего мы говорим о разных зубах, которые нашли ученые. Вот недавно я прочитал статью с громким названием, что обнаружен новый удивительный вид древнего грызуна. Я хотелось посмотреть, как он выглядел, но оказалось, что от него нашли-то только зубы. Давайте продолжим наше знакомство с древними сражениями. Итак, мы выяснили, что мы можем узнать, кто перед нами хищник, растительноядное, или же кто-нибудь еще. Но что же мы можем сказать о том, на кого охотился, скажем, этот хищник? Иногда для того, чтобы узнать, на кого нападал хищник, нам приходится изучать все, что окружает эти древние остатки животного. Все кости, все ископаемые остатки, восстанавливать всю экосистему. Знаете, это подчас бывает очень сложно. Но иногда все-таки природа дает ученым подсказки. Скажем, подчас мы можем обнаружить окаменевшую добычу в том месте, где раньше располагался желудок. Действительно, мы иногда находим обед, который был еще не переварен, и животное погибло, и обед его тоже окаменел вместе с самим животным. Иногда мы можем обнаружить камни в желудке у растительноядных, так называемые гастролиты, которые помогали им переваривать пищу. Это тоже многое может рассказать о диете этого животного. Ну, а если нам не повезло, и все-таки пища в желудке не окаменела, то мы можем найти окаменевшую пищу, которая уже покинула желудочно-кишечный тракт, то есть окаменевшие фекалии. Они даже получили свое название капролиты. И действительно, изучая капролиты, мы можем узнать очень многое. Можем найти там остатки чешуек, фрагменты веточек, если это помет растительноядного животного. Мы можем узнать очень многое о том, что съело это животное. Только одна проблема, иногда бывает сложно установить, что это было за животное, и кто оставил этот капролит. Вот, знаете, иногда мы можем установить, кто кого ел по остаткам всяких следов на костях животных. Иногда хищники оставляют свои фирменные следы, следы от зубов, следы от царапин когтей на костях. Например, мы находим черепа огромных рогатых ящеров трицератопсов с крупными дырками. И когда эти отверстия стали изучать детально, оказалось, что они идеально соответствуют зубам тираннозавров рексов. Это как нельзя лучше подсказывать, что тираннозавры питались трицератопсами. А иногда мы можем найти и прямо, можно сказать, откушенные части. Вот, скажем, у нас в музее хранится укушенная рыба. Значит, ученые нашли такую плоскую рыбку, которая жила примерно 350 миллионов лет назад по имени плотисомус. И у этой рыбы не хватало округлого куска. Ну, и сразу возникло подозрение, что эту рыбу кто-то укусил, но при этом не доел. Не знаю, не понравилась ему эта рыба. Но, как бы там ни было, ученые решили узнать, кто же был этот злобный хищник. Они сравнили все кости животных, которые обитали в этом районе и нашли этого плотоядного зубастика. Звали его мелозавр. Это была крупная земноводная. Ну, земноводная это с родственницей лягушек и тритонов. Хотя, на самом деле, это животное скорее внешне напоминало крокодила. И своей огромной округлой пастью он укусил несчастного плотисомуса. Но, знаете, пожалуй, что самое интересное, это когда мы находим даже не следы, а когда мы умудряемся найти животных, окаменевших и погибших прямо в самый кульминационный момент сражения. И, знаете, ведь и такое бывает. Например, однажды обнаружили очень голодную змею, которая лежала рядом с кладкой детеныша-динозавра. Итак, расскажу чуть подробнее. В Индии в 80-х годах нашли кладку округлых динозавровых яиц примерно 20-сантиметрового диаметра, ну, есть такие футбольные мячики. Небольшой скелет, который, как выяснилось, принадлежал длинношеему динозаврику, который только вылупился из яйца. А рядом остатки от змеи. Огромной змеи длиною 3,5 метра, которая получала название Санаджех Индикус. Итак, что же здесь произошло? Скорее всего, эта голодная и хитрая змея приползла и решила полакомиться яйцами динозавра. Она, возможно, попыталась съесть яйцо, но оказалось, что яйца динозавров все-таки крупноваты для нее. Тогда она легла и решила подождать, когда детеныш появится на свет. И вот один детеныш проклюнулся и стал выбираться из яйца. Змея развернулась и устремилась к жертве. Но в самый кульминационный момент схватки на них сошел сель, огромный поток грязи, который их засыпал и похоронил заживо. И так погибли и детеныш, и змея, и через миллионы лет мы их так и нашли прямо в том самом виде, в котором они лежали 90 миллионов лет назад. А следы другой окаменевшей схватки мы можем обнаружить, если отправимся в Германию. В Германии есть замечательное место, которое называется Золенгофен. Золенгофен известен множеством остатков уникальных животных. Ну, из наиболее известных это такой пернатый динозаврик, известный также как первоптица Археоптерикс. Возможно, вы слышали о нем. То есть это пернатый динозавр, зубастенький такой, действительно похожий на динозавра, но с прекрасно сохранившимися опечатками перьев. Долгое время считали, что Археоптерикс предок всех птиц на земле, но сейчас изменили свое мнение и считают, что скорее это все-таки именно был пернатый динозавр. Но, впрочем, мы отвлеклись от нашего сражения. Итак, местечко Золенгофен уникально тем, что здесь сохраняются объекты, которые, по идее, в ископаемом состоянии сохраняться не должны. Такие, как перья Археоптерикса, такие, как мягкие кальмары, медузы, такие, как ихтиозавры, это рыбоящеры, в которых обычно сохраняется только скелет, а здесь мы видим их полные отпечатки с плавничками совсем. И вот здесь однажды обнаружили уникальную находку. Обнаружили летающего ящера, которого называют Рамфаринг, и рыбу под названием Аспидоринхус. При этом рыба держала ящера за его лапу, точнее, за крыло. И так они в мере погибли. При более тщательном исследовании внутри этого летающего ящера Рамфаринха обнаружили еще одну рыбку прямо на месте глотки. То есть получается, что ящер съел какую-то рыбу, а после чего огромная рыба платила ящера, и после чего они оба и погибли. Как же себе реконструировать эту ситуацию? Ну, давайте представим себе, как выглядел Зеленгофин примерно 150 миллионов лет назад. Итак, представьте себе бескрайне мелкое море с глубиной всего 30-40 метров. И вот над блестящей поверхностью воды носятся Рамфаринхи. Это летающие ящеры с ртом заполненным зубами, сравнительно небольшие, длиной где-то 40-50 сантиметров, с длинным хвостом, с кисточкой на конце, с крыльями, которые были голые, как у летучей мыши, но при этом летали они при помощи летательной перепонки, которая тянулась от самого длинного пальца к телу Рамфаринха. И эти создания, судя по строению пасти, питались рыбой. Как они могли это делать? Ученые предполагают, что они спускались к поверхности воды, в бреющем полете пролетали над поверхностью, опускали вниз клюв и подхватывали какую-нибудь рыбу, которая находилась у поверхности. Не каждый залет был удачный, но если рыба оказывалась рядом, то он выцеживал эту рыбу, хватал ее и улетал прочь. И вот одному Рамфаринху повезло. Пролетая, он схватил маленькую рыбку лептолипидуса и собрался уже улететь впрочь. Но в этот момент из-под воды выпрыгнула огромная рыба под названием Аспидаринхус. Огромная, ну, для нас-то, может, она не очень огромная, где-то 60-70 сантиметров. Но для Рамфаринха эта рыба была достаточно крупна. И эта рыба вцепилась крыло ящера и потянула его ко дну. Но рыбка, к сожалению, ошиблась. На самом деле, Рамфаринки не входили в меню этой рыбы. Обычно она предпочитала других рыб. И эта роковая ошибка стоила жизни этой рыбе. Дело в том, что рыба не смогла съесть ящера. Ее зубы состряли в летательной перепонке. Ящер захлебнулся. А рыба пыталась долгое время освободиться от своей добычи, но так и не смогла. В итоге силу ее постепенно покидали. Она опустилась на дно, а около дна этого водоема было очень мало кислорода. Собственно, именно поэтому здесь объекты так прекрасно сохранялись, потому что в отсутствии кислорода бактерии не разлагали туши. И так рыба опустилась ко дну и задохнулась. Она легла на ил, ил ее быстро засыпал, и так рыба навсегда и сохранилась с ящером в зубах. Ну что же, мы с вами продолжим путешествие среди древних сражений. Я вам расскажу еще множество интересных историй, но чуть-чуть попозже. Лекции на Радио 1 Всеобласти Человеческого Знания Итак, вновь у микрофона научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович, и мы продолжаем рассказ о самых удивительных древних сражениях, которые обнаружили ученые. Я вам рассказал о том, что обнаружили рыбу, которую съел летающий ящер, ну а затем этого летающего ящера съела рыба. Знаете, обнаружили еще одну такую матрешку. Однажды ученые обнаружили земноводную амфибию, внутри которой обнаружили небольшую ящерицу, внутри которой обнаружили рыбу. Вот такая матрешка также сохранилась на века. Еще некоторые древние схватки можно обнаружить в янтаре. Действительно, мы знаем, что в янтаре могут сохраниться живые существа в абсолютно первозданном виде. Но никому не приходит в голову, что иногда создания, которые увязают в янтаре, при этом еще продолжают сражаться. И вот так было с одним муравьем и термитом. Муравей сцепился в термита и терзал его до тех пор, пока его не покрыл поток смолы. И пока он не остался замурованным навечно. Так они вдвоем и лежат до сих пор через несколько десятков миллионов лет. Но знаете, когда рассказываешь о сражениях, окаменевших, застывших на века, то в первую очередь представляется случай, произошедший в Монголии примерно 80 миллионов лет назад. Это схватка между двумя динозаврами велоцераптором и протоцератопсом. Ну, для начала давайте расскажу, кто это такие. Велоцераптора вы, думаю, должны неплохо знать. Это же голливудская звезда. Мы его видели во множестве фильмов. Вот недавно он снимался в фильме «Мир юрского периода». То есть это небольшой ящер, очень шустрый, перемещающийся на двух ногах, с вытянутой мордой. Скорее всего, он прекрасно прыгал. Ну и, конечно же, самое главное его фирменное оружие это огромный коготь на задней лапе. Его даже так и называют ужасный коготь. Когда он ходил, он палец с огромным когтем держал поднятым кверху. А когда он нападал на свою добычу, он подпрыгивал и пронзал тело своей добычи. Знаете, иногда говорят, что этот коготь был подобен ножу. Он мог разрезать тело своей добычи подобно резаку мясника. Но на самом деле, если мы посмотрим на этот коготь, то мы убедимся, что разрезать им чего бы то ни было довольно сложно. Потому что он, в общем-то, округлый со всех сторон. И единственное, что у него острое, это кончик. Так что вряд ли он мог им чего-то резать. Скорее, он мог проткнуть тело своей добычи. Особенно было бы неплохо, если бы он проткнул ее где-нибудь в районе горла. Но тогда добыча действительно не поздоровится. Кстати, раз уж мы начали разговор о велоцерапторах, стоит оговориться, что тот образ велоцераптора, который мы себе представляем, на самом деле решительно неверен. Во-первых, случилась одна неприятность. Мы велоцераптора узнали в первую очередь после фильма «Парк Юрского периода». А в этом самом фильме на самом деле показаны были не велоцерапторы, а другие рапторы, так называемые дейнонихи. Но не стоит думать, что режиссер допустил грубую ошибку. Дело в том, что в то время велоцерапторы и дейнонихи относились к одному роду, а потом их разделили. Но сейчас действительно вот эти животные, которых мы себе представляем, называются дейнонихи. А настоящие велоцерапторы, которые жили на территории Монголии, были гораздо меньше, чем дейнонихи. Они были длиной всего лишь метр-полтора. То есть были человеку где-то по пояс. И на самом деле не были такими уж страшными. И кроме того, у них была гораздо более длинная морда. И скорее всего настоящие велоцерапторы были одиночками. Чаще всего мы находим скелеты одиночных животных. В то время как дейнонихи американские чаще всего находятся группами. Так что скорее всего они действительно охотились стаями, как показывают в фильмах, и могли стаями нападать на огромных животных. И наконец последние исследования показали, что скорее всего и велоцерапторы, и дейнонихи были покрыты перьями. Действительно некоторые рапторы, которых находят в Китае, сохранили от печати перьев. А дальнейшие исследования показали, что очень мощные перья оставляют маленькие бугорки на костях. И когда стали изучать кости велоцерапторов, такие бугорки нашли. Так что получается, что эти ужасные создания на самом деле были пернатыми. Ну что же, я думаю, что мы неплохо себе представили велоцераптора. Давайте теперь перейдем ко второму динозавру. Это протоцератопс, второй участник схватки. Этот ящер больше всего похож на маленького такого коренастенького носорога. Ну действительно небольшого, длиной где-то метр-полтора, высотой где-то сантиметров семьдесят-восемьдесят, ну то есть тоже где-то человек по поясу. Такие толстенькие, неуклюжие, казалось бы, но при этом не такие уж беззащитные. Во-первых, у них есть воротник, который защищает их шею. Этот воротник мог бы защитить их от хищника, но если мы увидим скелет воротника, то мы заметим там огромное отверстие. Если ты хочешь защищаться, то вряд ли ты будешь воротнике оставлять такие хорошие дырочки, в которые могут проникнуть пасть хищника. Поэтому возникает предположение, что скорее воротник мог использоваться как хвост павлина для привлечения самок, чтобы показать какой я красивый, смотри какой я воротник смог отрастить. Но для защиты они уже играли не такую важную роль. Но впрочем, они могли запугивать противника, что тоже неплохо. Животное оказалось более крупным и страшным. Но у протоцератопса есть все-таки оружие для обороны это его клюв. Действительно клюв протоцератопса очень острый и к тому же достаточно сильный, чтобы вырвать куски из своего обидчика, а может быть даже откусить ему лапу. Так что не такой уж беззащитный наш протоцератопс. Так что же нашли в Монголии? Что за окаменевшая схватка? В 1971 году были обнаружены два ящера протоцератопс и велоцираптор, которые лежали свернувшись клубком, как будто вцепившись зубами друг в друга. То есть такое чувство, что они погибли в самый кульминационный момент схватки. При этом тот самый ужасный коготь велоцираптора располагался как раз четко на месте брюха протоцератопса, а протоцератопс своим клювом вгрызается в лапу хищника. Предполагается, что они вцепились в схватки и свалились с соброго в реку, где и погибли. Или же возможно, что их засосало в зыбучие пески. И в результате они так и остались навсегда вцепившиеся в друг друга. Но некоторые ученые, детально изучив эти остатки, сделали другие предположения. Оказывается, велоцираптор лежит в очень странной позе. Он лежит, изогнувшись спиною в обратную сторону, выгнув шею абсолютно неестественно для ящера. Но на самом деле для живого то ящера это неестественно, но это очень естественно для животных, погибших в пустыне. Когда они погибают в пустыне, начинают высыхать. Часто их тела формируется и позвоночник сгибается в обратную сторону. А в то же время протоцератопс лежит вполне себе в естественной позе. И вот два наших ученых Борис Тимофеевич Янин и Виталий Георгиевич Очев сделали такое предположение, что велоцираптор мог на самом деле погибнуть посреди пустыни. Возможно, что из-за жары, из-за жажды. А потом мимо проходил протоцератопс, который заметил велоцираптора и решил не побрезговать падалью. Возможно, что он был не таким уж и растительноядным. И вот он начал вгрызаться в лапу велоцираптора и в этот момент его и накрыл какой-то катаклизм. Возможно, что тут-то он и погряз в каких-нибудь зубочих песках. Или же может быть другой вариант. Возможно, что кости просто снесло течением реки и они просто легли так рядышком. Видите, как иногда бывает ученым сложно установить истину. И какая насколько непростая работа у палеонтологов. Но лично мне бы, конечно же, хотелось бы, чтобы эти два ящера действительно умерли именно в самый кульминационный момент схватки, донеся до нас отголоски той прекрасной и ужасной эпохи динозавров. Ну что же, наш рассказ подходит к концу. Если вы хотите узнать про древние сражения, я советую вам заглянуть в видеоблог Дарвиновского музея. Ведь у нас как раз там есть две истории, посвященные древним сражениям. Ну, а моя лекция на этом подходит к концу. У микрофона был научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. До скорых встреч! Лекции на Радио 1